Я очень хочу геометрию понять и даже немножко спойлю, есть один очень талантливый мальчик, 11-классник, который олимпиадник там большой, он собирается на канале нам приносить время от времени геометрические, сложные, красивые сюжеты, так что нам от культ привет, будет геометрия, ее до сих пор очень мало. Будет ее надо, потому что беда в стране с геометрией, а не даром Платон, да не войдет сюда, не знающий геометрии. Привет, я Юра и я постараюсь влюбить вас в геометрию. Этот курс мини-лекции рассчитан на вас, если вы помните, что такое высота и медиана, не боитесь вписанной и описанной окружности, но пока вас пугают слова инверсии и семидиана. Также обязательно смотрите этот курс, если услышав фамилию Симпсон, вы пока думаете о мультперсонаже, а не о геометрической теореме. В каждом видео я буду разбирать все задачи из предыдущего видео, рассказывать новую тему, разбирать пару задачек по ней и давать 3-4 задачи для самостоятельного решения. Хочу предупредить, в этом курсе не будет вводных лекций с простыми определениями, будет только олимпиадно и только интересно. Если вы решили изучить геометрию с нуля, то этот курс не для вас, на ютубе есть много других, в описании есть ссылочка на два таких канала. Спасибо Ассоциации Победителей Олимпиад за организацию съемок, на их группу по математике вы найдете ссылочку в описании. Обязательно переходите, посмотрите после того, когда смотрите это видео, от вашей активности реально зависит, будет продолжаться этот курс в таком крутом качестве или нет. Это пилотная лекция курса, пишите в комментариях свои пожелания по улучшению лекций, я обязательно все прочту. Если под этим видео будет большая активность, большое количество лайков, многие напишут решение задач, проведенных в конце и в описании, то мы с Алексеем Владимировичем постараемся снимать и выкладывать такие лекции регулярно. Чтобы лекция была максимально продуктивной, сейчас остановите видео, найдите лист и ручку и возвращайтесь к просмотру. А после того, как я рассказываю какую-то задачу, пытайтесь решить ее самостоятельно, поставив на паузу. Я вам буду об этом напоминать. Сегодня я расскажу вам о задаче номер 255. На самом деле это довольно полезная теорема в геометрии, через нее решается уйма олимпиадных задач, а изредка она может даже помочь на ЕГЭ. Сначала небольшой исторический экскурс. Великий российский геометр Игорь Федорович Шарыгин в своей книге «Геометрия. Задачник 9.11» написал, «Наверное, каждая содержательная геометрическая задача может быть источником целого ряда новых. Для этого с ней надо некоторое время повозиться, посмотреть с разных сторон, попробовать перефразировать, обобщить. В результате удивительным образом может возникнуть новая, совершенно не похожая на родителя задача. Например, возьмем ту же задачу номер 255. Теорема, которую я расскажу, была под 255 номером в задачнике Шарыгина. Оттуда и пошло такое необычное название. Собственно, задача номер 255. Пусть окружность, вписанная в треугольник АВС, касается сторон АВ и ВС в точках К и Л соответственно, а писсектриса угла А пересекает отрезок КЛ в точке П. Докажите, что угол АПС равно 90 градусов. Дальше всегда на картинке, если что-то не доказано, но мы собираемся это сделать, мы будем отмечать пунктирные линии, как на этом чертеже отмечен угол АПС. Итак, доказательства. Давайте отметим центр И вписанной окружности. Заметим, что он лежит на бисектрисе угла А, значит на отрезке АП. Угол ИЛЦ равно 90 градусов, потому что ЦЛ касательная к вписанной окружности, а И – ее центр. Для дальнейшего доказательства нам понадобится известный школьный факт – теорема о вписанном угле. Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, равны, а углы, опирающиеся на дополняющие друг друга дуги, в сумме дают 180 градусов. Вот здесь угол с одной дужкой и с двумя дужками в сумме дают 180 градусов. Верны и обратные утверждения, только они называются признаками вписанности четырехугольника. Если в выпуклом четырехугольнике А, Б, С, Д, угол А, С, Б равен углу А, Д, Б, или противоположные углы в сумме дают 180 градусов, то он вписан в окружность. При этом не важно, какая пара противоположных углов рассматривается, ведь сумма углов четырехугольника 360 градусов, и если сумма одних 180, то сумма других автоматически тоже. Угол И, Л, С равно 90 градусов, а угол И, П, С должен быть равен по утверждению задачи 90 градусов. И если утверждение верно, то точки И, П, Л, С лежат на одной окружности, потому что углы И, П, С и И, Л, С равны. Сейчас мы применим признак вписанности четырехугольника и докажем, что углы П, И, С и П, Л, С в сумме дают 180 градусов. Обозначим углы треугольника через два альфа, два бета и два гамма. Углы в геометрии обозначаются греческими буквами. Обычно бывает удобнее обозначить угол два альфа вместо просто альфа, чтобы не мучиться с половинками углов при бисектрисах. Давайте вспомним, как выражается угол между бисектрисами. Угол А и С равен 180 минус альфа минус гамма по сумме углов треугольника А и С. Значит, смежный с ним равен альфа плюс гамма. Наметим, что два альфа плюс два бета плюс два гамма по сумме углов треугольника А, Б, С это 180 градусов. Поделим пополам, получим альфа плюс бета плюс гамма 90 градусов. То есть получим, что альфа плюс гамма это 90 градусов минус бета. То есть угол смежный углу А и С равен 90 градусов минус бета. Где же он тут? А тут угол смежный углу А и С это угол П и С. Запишем. Угол П и С равен 90 градусов минус бета. Отрезки БК и БЛ равны, как отрезки касательных с точки Б вписанной окружности. Значит, треугольник БЛК равнобедренный. Значит, у него углы при основании равны. Но в сумме, по сумме углов треугольника БКЛ, они дают 180 минус 2 бета. 180 минус КБЛ, то есть минус 2 бета. Значит, каждый из них это 90 минус бета. То есть угол КЛБ это 90 минус бета. Значит, угол КЛЦ, смежный к нему, это 90 плюс бета. То есть угол ПЛЦ, то же самое, что КЛЦ, потому что они на одной прямой, это 90 плюс бета. Угол ПЛЦ, 90 плюс бета. То есть углы П и С и ПЛЦ равны в сумме 90 минус бета плюс 90 плюс бета, то есть 180 градусов. Следовательно, точки И, П, Л и С лежат на одной окружности. Тогда, так как ИЛЦ 90 градусов, то и ИПЦ 90 градусов. А это значит АПЦ 90 градусов. Что и требовалось доказать. Еще одним интересным фактом про точку П является то, что она лежит на средней линии треугольника АБЦ параллельной АБ. Серединка АЦ, серединка БЦ и точка П на ней лежит. Но мы, конечно же, это отмечаем пунктиром, потому что пока этого не доказали. Давайте забудем про вписанную окружность и определим точку П как перпендикуляр из точки С на бисектрису угла А. Пусть этот перпендикуляр пересекает АБ в точке Х. Тогда заметим, что АП в треугольнике ХАЦ и бисектриса, и высота. А это означает, что этот треугольник равнобедренный, и она также является медианой. То есть ХП равно ПЦ. Отметим середины МА и МБ сторон БЦ и АЦ соответственно. Тогда МБП средняя линия в треугольнике АХЦ, так как она из серединки в серединку. Значит она параллельна АХ. А МАП параллельна БХ, так как она соответственно средняя линия в БЦХ. Значит из точки П мы провели прямую параллельную АБ, и она проходит и через МБ, и через МА. Значит они лежат на одной прямой, параллельной АБ, средней линии. Что и требовалось доказать? Победа! Для продвинутых зрителей можно было сделать гомотетию в точке С с коэффициентом 1,2. Тогда точки АХБ, лежащие на одной прямой, перейдут с точки МБПМА, и они тоже будут лежать на одной прямой. Ура! Отлично, мы разобрали саму задачу 255. Если вы чего-то не поняли во время просмотра, сначала пересмотрите неясный момент, а потом вполне можно спросить в комментариях, я всем постараюсь ответить. Идеальный круг. Теперь про точку П мы знаем 4 интересных свойства. То, что она лежит на бисектрисе, на отрезке соединяющей точки касания, на средней линии, параллельной АБ, и то, что угол АПС равен 90 градусов. Понятно, что в задаче ее могут определить только через два из вышеописанных свойств. Например, как пересечение средней линии и отрезка соединяющей точки касания, или перпендикулярно бисектрису. Но мы-то с вами будем знать еще два факта про нее, что может очень сильно помочь нам в решении задачи. Я разберу одну задачку на применение задачи 255. Она взята с заочного тура 2012 года Олимпиады имени Шарыгина. Окружность центром И касается сторон АБ, ВС и АС треугольника АБС в точках К, Л и М, соответственно. Прямые АИ, СИ и МИ пересекают прямую КЛ в точках Х, У и З, соответственно. Докажите, что угол УМЗ равен углу ХМЗ. Ставьте на паузу и пытайтесь решить. Давайте заметим, что точки Х и У как раз из задачи номер 255. Потому что АИ это бисектриса, а КЛ это прямая соединяющая точка касания. СИ тоже бисектриса, потому что И центр в пивесной окружности, точка пересечения бисектрис. Тогда мы знаем, что угол АХЦ 90 градусов и угол АЮЦ 90 градусов. Но ИМ это радиус, а АЦ это касательная, значит тут тоже угол 90 градусов. Тогда ИМЦ 90 градусов и ХЦ 90 градусов. В сумме они дают 180 градусов, значит они лежат на одной окружности. Аналогично А, У, И и М лежат на одной окружности. А еще угол АЮЦ 90 градусов и угол АХЦ 90 градусов. Значит и точки АЮЦ и С тоже лежат на одной окружности. Осталось поперекидывать углы к потерями на вписанном угле. Нам что-то надо доказать про угол УМЗ. Давайте посмотрим. Он у нас равен углу УМИ, потому что И и З лежат на одной прямой. Но УМИ в свою очередь равен углу УАИ из вписанности в черную окружность. Угол УАИ равен углу УАХ, потому что И и Х лежат на одной прямой. А тот, в свою очередь, равен углу УСХ, потому что они вписаны в одну синюю окружность и опираются на дугу УХ. Угол УСХ равен углу ИСХ, потому что У и И на одной прямой. А угол ИСХ, последний шаг, вписан в черную окружность, опираются на дугу ИХ, значит равен углу ИМХ. А тот равен углу ЗМХ, то есть УМЗ равно ЗМХ, что и требовалось доказать. Поведа! Задача решена. Давайте вспомним, что же мы изучили на этой лекции. Мы изучили, собственно, задачу 255. А кроме этого, по пути мы вспомнили теорему о вписанном угле. Узнали, что если есть бисектрисы, то углы проще обозначать как 2 α, 2 β и 2 γ. Выразили угол между бисектрисами только через угол при противоположной вершине, помните, β и 90 минус β. А еще мы доказали, что середина любого отрезка, соединяющего вершину с точкой на противоположной стороне, лежит на средней линии. Давайте нарисуем. Если мы взяли треугольник АВС, тут отметили серединки МС и МА, а тут какой-то отрезок с противоположной стороной ВХ провели и отметили его серединку, то тут мы доказали, что эта точка МХ лежит на средней линии. На этом лекция закончена. Сейчас будут приведены 3 задачи, легкая, средняя и сложная, которые решаются с помощью задачи номер 255. Для вашего удобства задачи также опубликованы в описании. Чтобы лекция была максимально продуктивной, обязательно попробуйте решить эти задачи. Пишите свои решения или вопросы по задачам в комментариях, или на почту саватеев.геометри.собака.gmail.com Это буду читать я, сам Алексей Владимирович не будет. На все постараюсь ответить, указать на ошибку или сказать, что все верно. Кстати, если вы вдруг решите, не применяя задачу 255, то это будет тоже круто. Обязательно пишите такие решения. В следующем выпуске будут разобраны эти задачи и будут опубликованы ники или имена всех решивших. Можете подписать в начале решения, как нам вас называть. Итак, сами задачи. Простая задача. Дан треугольник ABC из вершин B и C опущены перпендикуляры BM и CN на бисектрис углов C и B. Соответственно, докажите, что прямая MN пересекает стороны треугольника в точках их касания со вписанной окружностью. Задача средней сложности. В неравновидном треугольнике ABC проведены бисектрисы АА1, СС1. Точки P и Q основания перпендикуляров из А на СС1 и из С на АА1. Точки K и L середины сторон AB и BC. Докажите, что PK и LQ пересекаются на стороне AC. И тяжелая задача. В треугольник ABC вписан прямоугольник MNPQ, как показано на картинке. Вписанная окружность треугольника NBM касается NB и BM в точках F и S. Вписанная окружность треугольника PCQ касается PC и CQ в точках E и T. FS и ET прямые пересекаются в точке L. Докажите, что отрезок KL делит отрезок ST пополам. Подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на мой канал. Там выходят образовательные интервью с экспертами в разных профессиях. Например, вот интервью с Саватеевым. Выпуск опубликован с информационной поддержкой сообщества Олимпиадная геометрия. Там публикуют разные интересные геометрические олимпиадные задачи. В описании есть ссылочка на их ВК и Телеграм. Еще раз благодарю АПО за организацию съемок. Переходите к ним, они делают классные вещи. Всем спасибо, до следующей лекции! Субтитры сделал DimaTorzok